Напомню, масочный режим должен соблюдаться не только при посещении общественных мест, но и при проезде в автобусах. Однако большинство пассажиров общественного транспорта предпочитают маски не надевать. Как считают на Рьенмарском автотранспортном предприятии, несмотря на то, что обработка салонов проводится два раза в день, не стоит пренебрегать средствами защиты. Каждую кнопочку. Прежде чем выйти в рейс, каждый автобус проходит обработку дезинфицирующими средствами, рекомендованными Роспотребнадзором. Проводится обработка поручней, сидений, окон и места водителя. Два раза в день обрабатывается то рецептом, всякими дезинфицирующими средствами, но обрабатываются поручни, ручки два раза в день обязательно. Один автобус. Сейчас заезжает средство транспортное у нас ВТП, мы проводим обязательную дезинфекцию, обязательно он уезжает, следующий автобус заезжает и вот так вот у нас такой поток. Проводить обработку общественного транспорта два раза в день было решено после того, как у одного из водителей автобуса была выявлена коронавирусная инфекция. Автобусы у нас и ранее обрабатывались, в общем-то мы даже старались в пик пандемии, так сказать, обрабатывали их практически каждый час. Здесь на конечной у нас морском порту и в искателях дежурные уборщики, то есть как только в свободное время у водителя появлялось, они обрабатывали поручни, места, где более там пассажиры держатся за ручки и все прочее. Несмотря на рекомендации, надевать защитные маски во время проезда в общественном транспорте в основном соблюдают меры предосторожности пассажиры старшего возраста. Ну я в маски езжу, себя тоже считаю, в маски наверное надо. Столько народу ездит, да все всякие ездят, и чихают, и все. Я думаю, надо обязательно в автобусе. Я и не собираюсь не делать. Я не очень сильно верю. Вот и все. Это мое личное мнение. Ежедневно автобусы Нарьенмарского автотранспортного предприятия совершают почти 200 рейсов и перевозят более 7 тысяч человек. Организация призывает своих пассажиров пользоваться средствами индивидуальной защиты, тем самым обезопасить себя и окружающих. То, как относятся пассажиры к своему здоровью, оставляет желать лучшего. Потому что, ну большинство, хотя в СМИ сейчас уже есть информация, что есть заболевшие у нас, но 90% из всех пассажиров это все без масок ездят. Поэтому очень бы хотелось, чтобы люди относились как-то с пониманием и обезопасили не только себя, но и окружающих. Масочный режим обязателен для кондукторов и водителей пазов. Для водителей лиазов, которые работают в изолированном от салона пространстве, ношение маски носит рекомендательный характер. Автобус, у водителя которого была подтверждена коронавирусная инфекция, обработан, но пока не выходит на маршрут. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.